Всем добрый вечер! Всегда не радостно, это да, но с другой стороны есть ограничения, которые выпадают именно на это время, то есть именно лето, конец лета, и я хотел просто коротко начать с халахи, может быть не коротко, рассказать, что делают и что не делают, что можно, что нельзя. Есть три этапа траура, знаем траур тоже бывает разный, самый траур вот когда человека хоронят, потом первые дни, по-еврейски 7 дней, потом есть 30 дней, потом год, у нас сейчас есть год как Марк ушел наш, поэтому может быть урок его памяти сделаем. По-еврейски говорят, что значит этот урок мы посвящаем памяти восемьей души Марк Русин. Вот такие дела. И поэтому траур тоже бывает острый, чуть меньше, чуть больше. Значит, есть, значит, три момента трауры. Есть первый траур с 17-го тому за по началу месяца аппа, это, ну скажем, почти две недели. Потом есть траур, который сейчас, это месяц аппа, и потом самый тяжелый траур – это неделя, когда выпадает 9-го, а 9-го будет и следующая неделя. Понедельник, вечером, вторник. Да, значит, самый, ну, известный, что ли, признак, когда у нас грустно на душе, мы не слушаем музыку. Даже больше, скажем, мы не женимся, не женимся, не выходим замуж. Самый лучший способ повеселиться – найти себе жену или мужа. Или просто прийти на свадьбу к кому-то другому. Мы всегда радуемся, когда приходим на свадьбу. В эти три недели не женятся, не выходят замуж. Но что? Можно обручиться, договориться. Да? Я, знаете, девушки, чтобы не обижались, значит, есть иногда, иногда девушки, которым, неважно, за кого, главное выйти замуж. Побыстрее. Поэтому, значит, написано, что с такими девушками мы понимаем, что они есть. Таких девушек, даже 9-го в сам пост, жениться нельзя. Можно обручиться. То есть, вообще без еды и без ничего, просто слово против слова. Написано в законе очень интересная вещь, чтобы другой не опередил. Нормально? Представь, сидит девушка. Кто первый придет, за тобой выйду замуж. Нормально? Есть такие люди, бывает. Поэтому, чтобы мир конкурентен. И в плане парня и девушек тоже не без этого. Но это наша традиция понимает. Поэтому, если есть такая девушка, то, да, нужно торопиться. И даже 9-го вауа. Единственное, что жениться потом. Но самое вот главное ограничение, вот это вот, нет свадеб, соответственно, нет музыки. И музыку можно, два варианта. Можно музыку слушать, можно музыку играть. Так что можно, а что нельзя. Все нельзя. Нельзя ни слушать, ни играть. Обычно мы сегодня живем, слава Богу, относительно хорошо, относительно наших предков. Обычно люди упоминают, что нельзя есть мясо и пить вино. Это такой запрет, да? В чем тут радость? Написано, что вино веселит сердце человека. Так написано в псалмах. Сегодня вино, это не только вино, это любое спиртное. И текила, и все, что хотите. Наши мудрецы не знали текилу. Да, поэтому много чего. Но любое спиртное, если у каждого своя норма, кому немножко, кому множко, выпил и уже хорошо, развеселился. Поэтому мы говорим, что напурим, когда человеку грустно, можно. Или рекомендуется попить. А сейчас ровно наоборот, нельзя. Вино, опять-таки, это известная вещь. Талмуд говорит, пришло вино, вышло, выпало тайно. Человек выбалтывает тайно. Мясо, человек ничего не выбалтывает, но, не знаю, как женщины, но мужчины любят мясо. Да, сегодня, конечно, много вегетарианцев и все такое, веганы. Но мы знаем, что даже на физическом уровне без мяса жить нельзя. Разные элементы. Поэтому даже сегодня, когда мы в Германии употребляем вегетарианские шницели, они пахнут мясом. Нам все равно хочется, да, чтобы это что-то было такое, ну, поближе к настоящему мясу. Поэтому не едят мясо. Самая проблематичная вещь, которая нам тяжело воспринимается сегодня, это запреты, связанные с мытьем и со стиркой. Раньше люди, прямо скажем, редко мылись. У них были другие стандарты. Гигиены, санитарии. Поэтому евреи относительно часто мылись. Миг уходили женщины, мужчины там перед субботой, допустим. А так люди могли, не сколько того лет, а сколько там, 10-20 лет, пишут от имени какого-то французского короля. Луи 14, Луи 15. Так он сказал про себя. Я, говорит, в жизни два раза всего мылся. Всего два раза в жизни мылся. Один раз, когда родился, второй раз, когда женился. И говорит, мне не понравилось. Не понравилось. Да, вот так вот. То есть у нас сегодня все другие стандарты. Поэтому сегодня люди моются не потому, что нравится, а потому что сегодня это часть нашей жизни. Мы по-другому не можем. Когда человека плохо пахнет, то это плохо пахнет. И здесь вот у нас проблема, потому что вот с месяца ав, не в смысле мы к лицу, а то, что мы говорим, принимать душ или ванну, в этом есть также элемент удовольствия. Поэтому, значит, то, что делают, моются постепенно. Не в смысле, что правая рука в понедельник, а левая во вторник. Не так. Но это называется моются по органам. То есть человек сначала один орган моет, потом другой. Часть тела. Не в смысле там орган почку, печень вынимает и моет. А это занимает больше времени. То есть мы напоминаем себе, что сейчас такое время, что мы уменьшаем удовольствие. И поэтому вот есть даже люди, которые моются не в горячей воде, такой теплой, не холодной, но и не горячей. Вот. Мы не ходим купаться для удовольствия на речку, на море, в водный парк. Сегодня есть водные парки, там сауны и тому подобные вещи. Если мы говорим про все, что связанное с водой, то также запрет он стирать. Но опять-таки нужно сказать, что сегодня стирать это легко. А знаете, как раньше было тяжело стирать? Нужно. Воды, водопроводных труб дома не было. Нужно было взять все с собой. Это женщины делали, да, мужчины заняты, всегда работают. На плечо пошли на рейку, там стирать руками, выжимать, тащить обратно. Это было тяжело. Поэтому стиральные машины – это великая вещь. Великая вещь, да. Когда люди находятся в тяжелых условиях, там в армии, на войне, тогда люди тоже часто стирают руками. И тогда вспоминают, как нелегко было раньше. В общем, сейчас, в месяц АВ, до поста включительно не стирают. Не стирают. Не стирают то, что сегодня это легко. То есть, получается, что с одной стороны машины нам облегчили, но с другой стороны, получается, нужно ходить в том же самом. Нам это тяжело. Вы понимаете, люди средневековья ходили так всю жизнь. У них было очень мало одежды. Знаете, сколько раньше одежда стоила? Люди носили за бабушками, за дедушками, донашивали. Не так, как мы. Сегодня одежда стоит почти ничего. Человек меняет, у нее много меняет. У человека могла быть одна одежда. Возникал вопрос, а что же делать в шаббат? В шаббат нужно хорошо одеваться. Знаете, что закон советует? Поменять ее, это вот, вывернуть. Из человека пиджак, вывернуть наоборот. В субботу будет по-другому ходить. Вот так вот люди были. Люди жили очень бедно. Мы сейчас вспоминали в Ужгороде Раби Зушу из-за Неполя. Это в Херсонской области. Он жил, хотя похоронен. Похоронен на севере, на Волыни, на Подоле. Он похоронен. И, значит, они жили настолько бедно, что у него с женой был один тулуп и одни сапоги. Они выходили зимой по одному. Вместе не гуляли. Ни в магазин, ни в синагогу. По одному выходили. Так люди жили. Люди было мало одежды. Поэтому есть как бы в хасидизме два подхода. Один, значит, что раввин должен иметь самое лучшее, самое дорогое. А другой, наоборот, что ничего не иметь и жить очень бедно. Так вот, Раби Зуша поделился подходом, что нужно жить очень бедно. Ему хасиды покупали шубы, он не брал. У него был брат, знаменитый Рабиэлемелих из Лежанска. Ему хасиды покупали золотые кареты, он в них есть. А этот шубу не брал. Он говорил, Зуша, он по себе в третьем лице говорил, Зуша, у него все есть. У него всего достаточно. Не брал вообще ни сапоги, ни шубы, ничего. Поэтому люди мало имели. Это все было очень дорого. И очень редко меняли одежду. И поэтому постирать одежду тогда было это. Это была такая радость. Мы сегодня этого не понимаем. Простые радости, которые были раньше, мы сегодня не ценим. Мы не ценим то, что имеем. Нам все мало, мы недовольны. Но в любом случае, мы так живем только последние 50 лет. Еще 60-70 лет стиральных машин тоже не было. Пусть уже вода была дома. У нас по-прежнему стирали в ручную, были тайзики. Там то, все. Заливали, переливали. Стирального порошка не было. Была хозяйственная знаменитая советская. Поэтому стирка, она людям доставляла. Когда человек одевал свежее, новое, это могло бы быть раз в полгода. Человек очень радовался. Стирать нельзя. Поэтому разрешение, исключение 100 правил, оно только для детей. Если есть маленькие дети. Опять-таки, эти вот искусственные, как это, то, что дети одевают какие-то, да, памперсы. Это тоже вещь, которой еще 40 лет назад не было. Стирали пеленки, и все это. Виделось и пахло тогда. Поэтому для детской одежды исключение. Если маленьким детям нет одежды, ее можно постирать. А все остальное нет. Поэтому взрослые должны как-то... Вы скажете, хорошо, пойдем купим одежду. В чем проблема? Мужская одежда дешевая. Так вот, покупать тоже нельзя. У меня была одна история. Я знал одного Равина. Он по ошибке, он забыл. Хотел какие-то туфли хорошие. И нашел их, и купил. Как раз вот 9 дней. Поэтому купить-то, он их купил, но носить нельзя. Поэтому отложил нам после 9-го ава. И опять-таки, когда мы покупаем новую одежду, мы говорим благословение Шихьяна. Благословение времени, благословение благодарности Всевышнему. И это благословение тоже нельзя сказать в эти дни. Поэтому как ни крути, не купить новую одежду, не благословить, не одеть. Какие еще вопросы у нас разрешены? Ну, понятно, стричься и мужчинам, и женщинам. Косметику можно, женщину можно. Женщинам и проблем. Но именно вот все, что касается косметических процедур. Сегодня миллион слов, я сам не все знаю. Только не знаю, что означает. Какие-то там шугари. Все иностранные слова, я не понимаю всех. Это тоже вот в эти, особенно в последние 9 дней месяцев запрещено. Само собой, танцевать, мы сказали, музыка запрещена. Есть интересный путь, телесные наказания. Ну, опять-таки, мы сегодня живы в мире, где детей нельзя бить ремешком по мягкому месту. И это нельзя круглый год. Тем не менее, царь Соломон иудовизм говорят интересную мысль, что тот, кто жалеет рост для своего сына, то что Евдокия, как конец предложения, тот не довидит собственного сына. То есть тот, кто любит собственного сына, он, значит, не жалеет его. Вот так. Еще раз, мысль сложная. Не все сегодня из нас с этим согласны. Мы живем в рамках закона, поэтому нельзя нарушать закон любого государства, где мы живем. Сегодня дети могут прийти и сказать, я на тебя подам в суд, на папу, на маму. Есть такие истории, и немало. Вот так. Но тем не менее, опять-таки, телесное наказание. Крутый год нельзя, а сейчас особенно нельзя. Человек может переборщить, не дай Бог, случится беда. Я перечисляю еще запрещенные вещи. Если мы сказали, нельзя стирать, то и гладить нельзя. Пить мясо, вино, виноградные соки, играть в музыкальных инструментах, купаться для удовольствия, как мы сказали, нельзя. Ох, менять постельное белье и скатерти. Ну, сегодня, так как мы живем хорошо, у этого есть выход, хозяйки скажут. Есть одноразовая скатерти, белая, бумажная. Поэтому это возможно, но имеется в виду, раньше у человека тоже была более-менее одна скатерть. У богатых было две, на будни и на шаббат белая. Поэтому сегодня мы можем быть одноразовыми скатертями. Промыться мы говорили, мыть отдельные органы. Мы сказали, музыка нельзя, но петь, когда в праздники, в субботу, в синагоге, мы, да, можем петь своим ртом, без музыкальных инструментов. Покупать вещи, которые приносят радость. Да, там, новую шубу себе, новую машину. Вообще, уже Мишна говорит, что желательно откладывать серьезные решения и делать их в это время. Потому что само время, оно как-то не располагает к чему-то хорошему. Уже Мишна говорит, что не нужно начинать строить новый дом. Все откладывается после 9 августа. Стараются не заключать сделки. Считается, что не будет успеха. Стараются, опять-таки, не покупать вот новые квартиры, дома, машины. То есть все откладывается. Скажем, если, понятно, если какая-то вещь уйдет, то можно. Но человек, допустим, подписывает контракт и говорит, я заплачу тебе. То есть, когда только заплатил, входишь в полное владение. То есть, часть сделки сделал, но не завершил, не вступил во владение. Так делают. То есть, растягивают весь процесс приобретения чего-то. Вы скажете, хорошо, покупать одежду, вызывающую радость, нельзя. Новую шубу себе, новое кольцо с бриллиантом. Хорошо. А если у меня что-то не вызывает радость? Ну, привык я, да? Я каждый день там все покупаю, не знаю, новое платье, новый костюм. Даже это нельзя. Посадка деревьев и цветов. Не с целью заработка. Короче, знаете, люди там заводят цветы на огороде. Это вот тоже не делают. Только если человек работает в этом, да, это ему работа, он сажает деревья. Тогда можно. Мы говорили, стрижкой бритье нельзя, стрижкой ногтей нельзя, танцевать нельзя. Украшают дом. Не украшают дом. Вот как сейчас. Потом украшают, там люди картины вешают, ремонтируют, расширяют. Есть вариант интересный, шить новую одежду. Мы сегодня никто себе почти ничего не шьем, правильно? Это раньше люди шили всегда. Потому что было новую одежду купить очень дорого. Ну, есть вариант, еще вон бабушки умеют что-то пошить на машинке. Есть такие люди великие в нашей жизни. Так даже это нельзя. Поэтому сейчас есть в наших девять дней много запретов. Но еще раз, это такое время, нужно его пережить. Если, да, все, значит, запреты, связанные с вином и мясом, не работают в субботу. Шаббат вне времени. Поэтому сейчас будет ближайший шаббат. Можно пить вино, можно есть мясо. Есть интересный вариант. Если девятая выпадает на субботу, тогда суббота сильнее. Отмечаем субботу, поста нет. Пост переносится на воскресенье, на десятая. И в это девятая можно будет пить вино и есть мясо. И у меня было, я скажу, первых суббот в жизни. Это очень особое чувство, что девятая выпадает, и за субботы пьешь вино, ешь мясо. Вообще есть некая заповедь, в субботу есть мясо. Мой учитель, господин памяти праведника, он старался не есть мясо посреди недели. Но он не был вегетарианцем. Он в субботу кушал курочек. Выполнить заповедь, встегл радоваться. Поэтому есть многие евреи, которые, они не вегетарианцы. Вегетарианцы, которые вообще не кушают мясо. То есть посреди будин вегетарианец кушает рыбу. Вегетарианцы не кушают рыбу, наши люди кушают. В субботу кушают мясо. Это вот основные запреты, которые есть сейчас в наше время, в эти вот 9 дней месяца. Опять-таки сегодня у нас 7 августа. И 9 августа будет вот 12 августа вечером, понедельник, и весь вторник 13 августа. Интересно, что курить можно даже после. Ну, опять-таки, есть раввины, которые говорят, курить вообще нельзя всю жизнь. И в понедельник, и вторник, и круглый год. Что-то для здоровья. Так, например, рамбом считал маймонид. Но есть раввины, которые разрешают. И тогда, даже 9 августа, так как это не суббота, можно курить. Поэтому я бывал 9 августа в Иерусалиме. Люди все, значит, молятся, травы на молитвы и курят. Так сказать, это не еда. Мусульман, кстати, интересно, вот у них когда пост, нельзя и курить. Они гордятся, значит, что у них все строго. Даже, говорит, палец рот нельзя ставить. Поэтому каждый по-своему подходит к посту. У нас мало постов. Мы веселые люди. И врея, несмотря на очень тяжелую историю свою и личную, и национальную, тем не менее, мы не теряем оптимизма. И, тем не менее, иногда есть посты. Всего 6 постов в году. Девятва, второй из них в этом рейтинге после Ленкипура. Он 24 часа. Опять-таки, кто имеет проблемы со здоровьем, беременные женщины, дети. Нужно спрашивать родинов. Каждая ситуация по отдельности. Мы всегда надеемся, что эти дни траура сменяются днями веселья. И так написано у пророка в Захарье, что эти вот посты, они будут праздниками со временем. Один, значит, Иравин, я видел, написал. Сейчас идет война в Израиле, 7 октября. Уже более 300 дней. Так, он, значит, написал, что у нас в прошлое Симхаттара, когда нужно радоваться, было как 9 ава. Как день травм. За один день убили более 1200 человек. Поэтому, говорит, сегодня, говорит, должно быть наоборот. Что наша 9 ава должна быть как Симхаттара. Что должна прийти радость. Так должно быть. Я могу вам сказать, вот, так сказать, завершить чем-то оптимистичным. Я вам зачитаю одну интересную мысль, которую сегодня вот в Израиле опубликовали. Значит, был один офицер, который погиб в Ливане. Руйкляне его звали, власть своей памяти, праведника. Он, значит, был в таком узком месте, в Южном Ливане, и террористы кинули гранату. И чтобы спасти их своих солдат, он лег на гранату. Он погиб, но спас своих солдат. Его звали Рэй Кляйн из Илли. Он очень известный человек в Израиле. Его жена, его вдова, она со временем вышла замуж. Она сегодня замужем с другим человеком. Вот. И... Ее спросили, что я буду делать, когда будет воскрешение из мертвых? Имеется в виду, вот, воскреснет ее муж, а она замуж за другим человеком. А она, значит, сказала, я, говорит, пошлю его обратно в газу, чтобы он там показал своим террористам, что у них нет воскресенье из мертвых. И она не теряет оптимизма. И в Украине, и в Украине, и в Израиле. Нужно держаться за Тору. Это дает нам надежду не терять оптимизм. Аминь. Камс и Барканцева только одна из них. Поэтому я хотел вот полностью, полностью рассказать это. Опять-таки, какое грустное время. Но, несмотря на грустное время, держимся, держим строй, и не теряем оптимизм. Спасибо. Спасибо.